Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и предлагаю уделить несколько минут вашего времени, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась на площадках в рамках вчерашней торговой сессии. Начнем мы традиционно с динамики черного золота. Сейчас бренд выглядит, возможно, одним из самых интересных активов, поскольку такого развития тренда мы не видели очень давно. И, собственно, вчерашняя торговая сессия фьючерсы забрались, перевалили за сопротивление 51 доллар за баррель, по-прежнему сохраняя возможность для того, чтобы забраться еще выше на фоне вот этого актуального импульса, который сейчас имеет место развиваться в рамках всех сырьевых активов, ну, в частности, углеводородов, бренда и WTI. Если разобраться в конкретных причинах, которые привели к активизации покупок в рамках вчерашнего дня, я думаю, что повлияла на это публикация отчета администрации энергетической информации Соединенных Штатов Америки по прогнозу средней цены на нефть на 2016 и 2017 год. В частности, на 2017 год я предлагаю даже не смотреть, еще до него далеко, нужно завершить 2016. Что касается этого года, то сейчас по версии администрации энергетической информации средняя цена будет находиться на отметке 43 с небольшим доллара за баррель. Собственно, прогноз был пересмотрен с 40 и, разумеется, повлияли на более лучшее отношение к перспективам черного золота, те последние тренды и в целом та тенденция, которая сейчас разворачивается на рынке энергоресурсов. Помимо этого, вчера вышел отчет по запасам нефти США частного агентства АПИ. Запасы сократились, в частности, на 3,5 миллиона баррелей за неделю. Серьезный, конечно же, спад. Несмотря на то, что мы не хотели, как медведи, видеть такую статистику, все-таки понимаем то, что это вполне предсказуемая, ожидаемая статистика, поскольку традиционные сезонные факторы летнего периода связаны обычно с тем, что в этот момент и, скажем, в этот летний квартал запасы обычно снижаются. Поскольку в последнее время рынок был крайне чувствителен к подобного рода статистике, вчера мы видели то, что она добавила дополнительного позитива, который сказался в развитии и продолжении бычьего ралли. Ну и, безусловно, трейдеры еще продолжают цепляться за ситуацию в Нигерии, где продолжающиеся без столкновения привели к резкому сокращению производства. В частности, актуальной цифры еще пока не было. Ну вот, что произошло с объемом выработки за последнюю неделю. Но мы помним то, что недели ранее эта отметка остановилась на уровне 1,1 миллион, соответственно, в день с прошлой цифры, с 1,8, то есть спад практически уже на 700 тысяч баррелей в сутки. Серьезно, можно даже сказать в два раза. В общем, следим за этой ситуацией, но есть и положительные, скажем, следствия того, что ситуация понемногу удается взять под контроль. В целом даже Нигерию мы уже давно дисконтировали в стоимость черного золота. Удивительно, почему рынок еще продолжает цепляться за этот новостной фактор. Собственно, больше фундаментальной поддержки для нефти в рамках вчерашнего дня, да и в принципе сейчас точно нет. Помимо тех факторов, которые создавали основания для разгрузки, на рынке сейчас достаточные предпосылки, указывающие на то, что... Точнее, основания для роста. На рынке сейчас достаточные факторы, которые по-прежнему говорят в пользу того, что бренд можно распродавать. И здесь нужно снова обратить внимание на абсолютно очевидный рост числа нефтяных платформ, буровых в Соединенных Штатах Америки. У нас пятница уже совсем скоро, значит, скоро свежий отчет от Беккер-Хаджес. Посмотрим за статистикой. Учитывая то, что в прошлый раз у нас был прирост на 9 штук, 9 терминалов, сейчас цены на нефть продолжают расти. Это непременно еще больше повлияет на настроение сланцевых производителей и позволит им постепенно возвращаться к прежнему ремеслу и бизнесу. Значит, мы ждем роста этого индикатора. И то, что на основании этого можно сказать, что администрация аналитической информации пока что не пересмотрела прогноз по добыче нефти в рамках США. То есть, он остался на прежнем уровне 8,6 миллиона в этом году и 8,2 в следующем. Я считаю то, что это даже оптимистичная оценка, потому что если цены на нефть будут держаться выше 50 долларов за баррель, соответственно, сланцевое производство просто не сможет не добавить дополнительного предложения, что выведет в целом планку выработки на совершенно новый уровень и позволит нам вернуться к идее роста предложения, что будет весьма актуально на потенциально сниженном спросе. Поскольку вчера вышел отчет от Всемирного банка, согласно которому текущая экономическая конъюнтура, те тренды, которые развиваются, стали причиной пересмотра прогноза роста с 2,9 до 2,4%. По отдельным регионам основной спад придется на Японию, на еврозону и, скажем, Всемирный банк не особо оптимистично настроен в отношении американской экономики. Я считаю то, что сильный доллар будет подавлять, соответственно, внутренний спрос и в конечном счете не позволит показать темпом экономического восстановления те показатели, которых могла бы достигнуть американская экономика, если бы ситуация с курсом была бы иной. Самое важное, что нужно уяснить, то, что Всемирный банк не верит в восстановление мировой экономики. Значит, если действительно прогнозы будут оправданы и в рамках роста мировой экономики мы будем наблюдать слабые цифры, мы будем конвертировать этот фонд в более низкие показатели спроса на энергосырье. Сегодня, в частности, утром вышли данные по торговому балансу Китая, и я надеюсь, что вы посмотрели на эту статистику. Особый акцент я хочу сделать на существенный спад экспорта, который просил на 4,1%. Это еще один сигнал того, что экономические проблемы продолжают оставаться актуальными для экономики Поднебесной, и мы понимаем, что это в конечном счете может привести к продолжению затухания экономики и возможному снижению ниже 6,7% по экономическому росту. Из других факторов, которые указывают в пользу снижения позиций, соответственно, и котировок нефти, это рост предложения со стороны Ирака, со стороны Ирана, со стороны Саудесской Аравии. Это потенциальный сильный доллар, который готовится и по-прежнему предвкушает возможность повышения ставок, что может произойти уже в середине этого месяца. То есть, в среду будут подведены в следующей неделе итоги двухдневного заседания ФРС. И если все-таки, вопреки ожиданиям, мы услышим о столь долгожданном решении, как нормализация денежно-кредитной политики, доллар вырастет и окажет соответствующее давление на котировки нефти, поскольку дорогая валюта, разумеется, приводит к снижению сырья. Я допускаю то, что сейчас рынок нефти будет пользоваться поддержкой, опять же, не совсем объективных факторов. Мы сейчас подробно разобрали то, что фундамент, он уже избит и не столь существенен. И, возможно, быков смогут остановить как раз те самые факторы, указывающие, ну, хотя бы на неплохой и потенциально очень даже серьезный рост американца. Об этом мы узнаем на следующей неделе, то есть в среду. Пока я не нахожу оснований, чтобы присоединиться к идее покупок нефти, потому что не хочу объяснять эту идею только тем, что рынок растет. И если он растет, нужно покупать. Об этом говорил еще Уоррен Баффет, то, что это, наверное, самое глупое оправдание, которое может быть применено в отношении какой-то инвестиционной идеи. Что касается сегодняшнего дня и интересных событий для нефти. Вы знаете то, что в 17.30 по Москве выйдет отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Давайте посмотрим за этой статистикой. Ну, безусловно, есть основания полагать, куда больше вероятности, что запасы также снизятся и, соответственно, поддержат позиции Брента. Но в последнее время мы неоднократно сталкивались с сюрпризами в отношении этих отчетов. И учитывая то, что статистика от Минэнерго, она более системная, более значимая для рынка углеводородов, я допускаю то, что если сегодня мы, пусть и чудом, но увидим о росте запасов, тогда коррекция Брента не заставит себя долго ждать. В пользу коррекции указывают также технические факторы, которые уже давно сигнализируют о том, что актив зашел в зону крайней перекупленности. И пора бы его немного подсдуть. Российская валюта 64,66. У нас пала поддержка 65, сейчас это уже сопротивление. Но в то же время мы прекрасно понимаем то, что закрепиться ниже 65, да, поторговаться какое-то время пусть, но уверенно остаться там, российская валюте не даст дефицитное состояние российского бюджета. Потому что меньше всего, что ему нужно сейчас, это дорогой рубль. Поэтому я бы даже сказал, что уже до конца сегодняшнего дня, в случае, если еще и не вскорректируется пусть хотя бы на пол доллара, мы сможем увидеть возвращение пары USDRAP выше 65, движение выше. Если еще не присоединились к длинным сделкам, даже с точки зрения, может быть, не рыночных спекуляций, а просто простых физических конверсионных сделок, перевода той же самой российской валюты в доллары, я советую вам рассмотреть эту возможность, поскольку, может быть, более крепкого рубля за последнее время, да и за многие месяцы вперед мы больше не увидим. Текущие котировки, еще раз напоминаю, 64-66, ждем возвращения выше 65 и движение дальше. Европейская валюта против доллара в рамках вчерашнего дня, в принципе, осталась на тех же самых уровнях, с которых открылась сессия, но можно даже отметить самый незначительный прирост. И здесь поддержка пришла со стороны национального макроэкономического фона, потому что вчера вышли данные по промышленному производству Германии. Вопреки ожиданиям этот отчет показал прирост на 0,8% после двух месяцев подряд спада, который мы констатировали до этого. Здесь я особо не хочу настраивать вас на позитивный лад, потому что буквально днем ранее мы получили отчет по производственным заказам Германии. Это тот самый индикатор, который предвосхищает будущие показатели по промышленному производству. И вы помните то, что производственные заказы у нас на нулевом уровне, на мой взгляд, это, мягко говоря, слабая статистика, которая готовит нас к тому, что спад и слабость сектора, она продолжит реализовываться и в фактических цифрах. То есть, то, что мы видим сейчас в приросте, это, скорее всего, случайность, и в целом она никак не отменяет тренда того спада, который был актуальным и характерен до этого. Темпы экономического роста также хорошая статистика, и также вопреки ожиданиям 0,6% в квартальном выражении, 1,7% в годовом, с 0,5% в квартальном и 1,5% в годовом. Не знаю, с чем связан этот прирост, но, судя по позиции рынка, может быть, это связано с активизацией расходов, опять же, домохозяйства. И к этому очень много вопросов, потому что интересно, в каком, скажем, секторе эти расходы были реализованы, учитывая то, что мы до этого констатировали крайне низкие значения CPI, показатели инфляции, мы видели роничные продажи, и в целом особо не радовались по факту выхода статистики в потребительской активности, и всегда говорили о том, что это ключевая проблема еврозоны. Поэтому на рост ВВП также сейчас не нужно делать большую ставку, нужно еще, чтобы статистика по ВВП прошла проверку временем, то есть нам нужен следующий месячный релиз, который будет уже по итогам июля. Посмотрим, есть ли предпосылки для тренда восстановления, но уверен, что их мы не найдем. Поэтому я предлагаю вам все-таки не забывать про низкие значения инфляции, не забывать про то, что не просто так Драги в ходе конференции на прошлом, он делал акцент на то, что есть возможность и расширения программы количественного осмельчения и снижения ставок, но в целом он говорил про возможность доп. мер поддержки, если инфляция не сможет покинуть отрицательные значения. Поэтому главный риск для европейской валюты сохраняется, у нас есть еще и потенциально сильная американская валюта, что может также сказаться на динамике евро. То, что сейчас трейдеры не занимают длинных позиций, то есть не способствуют тому, чтобы ралли по евро после пятницы продолжалось, говорит также о том, что все прекрасно понимают, что евро остается аутсайдером и боязно вставать в длинные сделки. Куда проще сейчас поиграться с отложенными ордерами и поймать евро опять же на откате и снижении, чтобы прокатиться до той же самой цели, которую мы поставили с вами ранее. Это 1.10. Поэтому на рост евро пока ставку не делаем, придерживаемся кредитационного посыла и ждем его реализации. Доллар японская иена, несмотря на активные всяческие попытки доллара закрепиться выше 107, мы видим, как пара USD иена понемногу корректируется и, быть может, уже в ближайшее время окажется ниже 107. Стоит быть реалистом. Слабые данные Non-Farm Perils оказали свое негативное влияние на позиции доллара. Также трейдеры не высмотрели должного позитива в речи Джанет Йеллин в ходе ее конференции в понедельник и считают то, что в июне повышения ставки не будет. Если мы сейчас оценим фьючерсные контракты, которые как раз прогнозируют возможность подобных изменений, то вы помните, что до Non-Farm Perils у нас была вероятность больше 50%, сейчас эта вероятность равна 4%. Вчера вышел отчет по затратам на рабочую силу в США, который увеличился на 4,5%. Хороший прирост, который указывает на потенциальный рост инфляции, но почему-то рынок пока этот индикатор полностью проигнорировал. И сегодня утром состоялась публикация данных по ОВП Японии, в частности квартальный прирост 0,5% с 0,4% годовой 1,9% с 1,7%. Поскольку увеличенные темпы экономического прироста снижают вероятность более масштабных хаостимулов со стороны Банки Японии, мы видели, как японская валюта получила поддержку по факту выхода этого отчета. Хотя я допускаю, что сегодня спрос на иену на азиатской сессии был связан также с выходом слабой статистики по Китаю. Но такой интерес к защите он временный. Сейчас наша задача по причине отсутствия значимых релизов по японской экономике уже после ВВП следить за американской статистикой, тем более, что до заседания ФРС остаются в прямом смысле считанные дни. Следующая, соответственно, среда и заседание ФРС, публикация ставки, и мы по-прежнему настраиваемся на то, что решение может быть отдано в пользу все-таки нормализации денежно-кредитной политики. Поскольку последний комментарий Елен так и гласил, что ФРС не нужно зацикливаться на одном единственном отчете, не нужно делать на него большую ставку и упор, поскольку слабый релиз, он в целом не отменяет тот позитивный тренд, который сложился на всем рынке, соответственно, американской статистики. Ждем ФРС, надеемся на то, что в этот раз американские регуляторы порадуют покупателей, американцы, тем более, что уже давно бы пора, учитывая, какую веру многие испытывают в доллар. Я думаю, что среди нас есть также много тех трейдеров, которые ставят на рост американцы, я в их числе, и я считаю то, что следующая среда по-прежнему должна быть в фокусе нашего внимания, и мы ни в коем случае не должны недооценивать потенциальную решительность, которая может быть озвучена в ходе, соответственно, следующего заседания ФРС. Фунт против американца. Здесь у нас по-прежнему общественное настроение в отношении предстоящего референдума. До дней до него остается все меньше и меньше, и можно сказать то, что результаты различных опросов, они останутся ключевой темой для рынка фунта. Тот рост, который мы видели на азиатской сессии прошлого дня, был связан с результатами опроса от агентства ЮГОВ, которое отметило, что сейчас большинство за то, чтобы сохранить членство Англии в составе ЕС. И 42 за, 40 против. Как я отметил уже также в ходе вчерашнего брифинга, настроения могут быстро измениться. Если появится дополнительный негатив, фунт также очень быстро потеряет фигуру, две, может быть, даже еще больше, потому что фунт на текущий момент продолжает удерживать среди валют развитых стран статус самого волатильного инструмента. Если вы любите рисковать, злоупотреблять рисками, как раз в надежде на хороший профит, я думаю, что вы уже давно торгуете по фунту и прекрасно понимаете, что в рамках даже одной торговой сессии можно удвоить, а то и утроить депозиты. Надеюсь, что за последнее время вам на этих рыночных настроениях удалось это сделать. Я считаю, что фунт на фоне сохраняющихся рисков по-прежнему имеет потенциал для снижения в районе 1.42. Сегодня поспособствовать коррекционной динамике смогут и национальные отчеты по промышленному производству в 11.30 и темпы экономического роста от Найсер, который выйдет в 17.00 по московскому времени. Если посмотрите на ожидания экспертов, прогнозируется слабая статистика, что на фоне последнего состояния ключевых секторов экономики и низких значений потребительской активности, а также на фоне неопределенности в связи с Брекзитом, вполне предсказуемо и ожидаемо. Сегодня делаю ставку, собственно, на ослабление фунта. Из других валютных активов, наиболее интересных о сегодня, я хочу еще отметить новозеландский доллар, потому что уже со среды на четверг в 00.00 по московскому времени Резервный банк Новой Зеландии опубликует ставку, которая на текущий момент находится на уровне 2.25%. 7 представителей и голосующих членов Резервного банка Новой Зеландии из 17 готовы отдать свой голос за снижение ставки. И это, между прочим, итоги прошлого заседания. Может быть, расстановка сил изменится в ходе этого. И если это случится, тогда мы сможем увидеть снижение ставки уже в ходе предстоящего сегодняшнего заседания Резервного банка Новой Зеландии. Соответственно, если это произойдет, то новозеландская валюта рискует потерять в моменте больше, чем одну фигуру. Это сопряжено с нашей идеей коррекционной, поскольку мы ожидаем снижение пары НЗД и УСД в район 0.65, сейчас она поплотную подоплась уже к сопротивлению 0.70. Но все-таки есть и причины, которые говорят в пользу того, что Резервный банк Австралии может придержать лошадей. И главные причины – это все-таки показатели по инфляции и хорошая динамика, которая сложилась на рынке недвижимости. Ну и молочные аукционы, которые последние несколько, последние, по-моему, 6 недель показывают очень хорошие цифры с точки зрения роста цен на молочную продукцию. В общем, давайте следить за расстановкой сил, за фактическим решением. Но для спекулятивного интереса отмечу, что дождаться снижения ставки было бы сейчас неплохо. И вероятность этого может быть даже чуточку повыше. Из других валютных активов все без изменений. В принципе, в USDCAD 1.2725 мы видим, как канадская валюта реагирует на рост доллара до тех пор, пока, точнее на рост нефти, до тех пор, пока ситуация на рынке энергоресурсов не изменится, канадец будет иметь потенциал для дальнейшего укрепления. Австралиец 0.7452. Если дело дойдет до снижения ставки в рамках резервного банка Новой Зеландии по принципу цепной реакции, мы увидим разгрузку и австралийца. Я надеюсь, что слабая статистика по Китаю также отразится в динамике этих активов. USDCAD 0.9649. Австралиец против Новой Зеландца 1.0650. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как я уже отметил, следим за британской статистикой, в 11.30 промпроизводство, в 17.00 ВВП, в 17.30 запасы нефти в США и в 0.00 часов 0.00 ставка резервного банка Новой Зеландии. Кодовое слово на сегодня приурочим к заседанию, опять же, новозеландского регулятора. Слово «ставка» величина бонуса 14%. Собственно, на этом все. Напоминаю то, что вы можете следить за видеоконтентом компании «Амаркетс» на нашем официальном канале на YouTube. Подписывайтесь на наш канал и, безусловно, ставьте лайки. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии, попутного тренда и прибыльных сделок. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...